Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный Бог мирной нас. Второго августа церковь чтит память пророка Ильи. Это ветхозаветный пророк, однако православная церковь чтит его как пророка новозаветного. Кроме того, Илью почитают и в иудаизме, и в исламе. Почему, мы сегодня и расскажем. История пророка Ильи уходит в древние времена. О нем рассказывается в Третьих и Четвертых книгах Царств Ветхого Завета. Святой Илья пророк родился в Хесве Галаадской, в колене Левиеном. Это было за 900 лет до Рождества Христова. Когда родился Илья, отцу его было видение, что благообразные мужи беседовали с плоденцем, пеленали огнем и питали пламенем огненным. Устрашенный таким видением, в совах пошел в Иерусалим и рассказал о нем священникам. Один из них сказал ему, «Не бойся видения относительно твоего сына, но знай, что младенец тот будет сосудом благодати Божией. Слово его будет как огонь, сильно и действенно. Будет великая ревность его по Господе. И жизни его будет благоугодно Богу. И будет судить он Израиля оружием и огнем». Пророк Илья был избран Богом для того, чтобы возвестить Божию правду израильскому народу, который отпал от истинной веры, который стал поклоняться идолам, полностью погрузился в язычество. Это произошло из-за того, что Большое Царство, которое находилось на Ближнем Востоке, разделилось на два. И те колена Израилева, о которых говорится в Священном Писании, 12 колен Израилев разделились на две части неравных. Два колена Израилевых остались в Иерусалиме, а десять колен отпали от истинной веры. И вот пророк Илья был избран Богом для того, чтобы увещевать те десять колен Израилевых, которые отпали от истинного Бога. Даже само имя Илья переводится как «Илиас» – «Мой Бог» – «Илия». С юных лет Илья поселился в пустыне и жил в строгом подвиге поста и молитвы. Был призван на пророческое служение в царствование царя Ахава, который поклонялся Ваалу и заставлял народ еврейский делать то же самое. Илья пришел к царю и от имени Божия объявил ему «За твое нечестие в эти годы не будет ни дождя, ни росы, разве только по моей молитве». Ахав не послушался пророка, и в стране началась страшная засуха. Даже трава погибла, и настал голод. Илья по воле Божией поселился в пустыне у одного ручья, куда вороны приносили ему хлеб и мясо. Пророк Божий обратился к Богу для того, чтобы он дал ему возможность показать людям их неправоту. И послал засуху по повелению Божию, была использована засуха на землю в течение нескольких лет. Но даже и тогда народ израильский, народ, который веровал в единого Бога, по повелению своего нечестивого царя, продолжал поклоняться идолом. Год прожил Илья в пустыне и более двух лет у одной вдовы из царепты Сидонской, которая страдала вместе с детьми в ожидании голодной смерти. По просьбе пророка она приготовила мопреснок из последней горсти муки и остатка масла. Тогда по молитве Ильи с тех пор мука и масло не истощались в доме вдовы на протяжении всего голода. Силу своей молитвы великий пророк сотворил и другое чудо – воскресил умершего сына этой вдовы. Как говорит церковное предание, этот мальчик стал пророком Ионой. Это и воскрешение сына вдовы, которого именовали Ионы, который впоследствии по преданию и был тем пророком, который находился в очреве Кита, и был оттуда выведен из чрева Кита, прообразовал Христово воскресенье трехдневное. Через три года Илья вернулся в Израильское царство и сказал царю Ахаву и всему народу, что все бедствия происходят от того, что они забыли истинного Бога и стали поклоняться идолу Ваалу. Для того, чтобы доказать заблуждение израильтян, Илья предложил сделать два жертвенника – один Ваалу, а другой – Богу, и сказал – принесем жертву, и если огонь с неба сойдет на жертвенник Ваала, значит, он истинный Бог, а если нет, то идол. Пророк Божий Илья собрал всех этих нечестивых жрецов для того, чтобы дать им возможность продемонстрировать силу, как говорил сам Илья, их Бога. И вот они в течение дня делали все возможное для того, чтобы на их жертву упал огонь, чтобы на их жертву Бог проявил свое внимание, для того, чтобы на их жертву, для того, чтобы их жертва была угодна Богу. И вот в течение дня, чтобы они не совершали, эти языческие жрецы не добились своего. А пророк Илья сделал наоборот же уже спустя какое-то время, когда зашло солнце, он устроил такой же жертвенник из 12 камней больших, которые символизировали единство 12 колен Израилевых, разделил жертву, которая была должна принесена быть Богу, собрал дрова, и для того, чтобы не было никаких подозрений, что кто-то где-то что-то сделает, кто-то поднесет огонь тайно, он вылил столько воды туда, что эта жертва, и этот жертвенник, и эти дрова, они были полностью находились в воде. И вот по молитве пророка Божия Ильи, жертва, камни и все, что находилось вокруг, было поглощено огнем. И люди израильские, которые увидели это чудо, они вновь вернулись к прославлению единого Бога. По молитве Ильи тут же выпал обильный дождь. Главным в служении Ильи была вера. Такая вера, которая в решающий момент иудейской истории позволила этому народу сохранить истинную религию. Жизнь Ильи – пример того, как Господь силой одного человека может вершить судьбы целого народа. За свою пламенную ревность о славе Божией пророк Ильи по церковному преданию был живым взят на небо, когда шел со своим учеником Елисеем. Вот как об этом рассказывает Библия. Вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илья в вихре на небо. Этот библейский рассказ послужил основой донародного представления о пророке Ильи, разъезжающем по небу на колеснице во время летней грозы. Много очень различных поверья, особенно у славян, у славянских племен, связанные то с Перуном, то замена Перуна. На самом деле это все отклонение к язычеству. Прежде всего пророк Илья боролся с этим язычеством. И когда мы читаем житие пророка Божия Ильи, мы должны помнить, для чего пророк Илья был послан самим Богом для народа израильского. Для того, чтобы их очистить. Для того, чтобы очистить их от скверны, для того, чтобы их очистить от мрака, от греховности, от всего того, о чем мы говорим сейчас в Новом Завете и знаем по учению Господа и Спасителя и Его учеников. Тогда же в Ветхом Завете многие ориентировались на какие-то древние заповеди, потом последствия на закон Моисеев. Но люди, зная о том, что так поступать не надо, все равно продолжали поступать. И пример тому нечестивый царь Ахав и его жена Иезавель. И вот когда мы обращаемся к пророку Божию Илье, мы и спрашиваем его ходатайство перед Богом о том, чтобы он помог нам избавиться от наших скверн плотских, избавиться от нашей нечистоты, от нашего углубления в постоянное язычество. Оно даже в нашей жизни до сих пор присутствует, к сожалению. Различные поверья, басни, сказки, различные гадания, которые мы видим на телевидении, астрология, гороскопы, различные знаки зодиака. Все вот это нас отклоняет и возводит к тому, что было много и много тысяч лет назад. Еще при пророке Божии Илье. И пророк Божий Илья был постан на народу Израилеву для того, чтобы показать им и доказать им величие и истинность единого Бога. О том, что Илья – величайший из пророков, Евангелие свидетельствует тем фактом, что лишь он и Моисей удостоились беседы со Христом во время его преображения на Фаворе. Во время преображения на горе Фавор явились два пророка – Моисей и Илья. Моисей, как мы знаем, умер своей смертью в глубокой старости, а по преданиям, как мы знаем, пророк Илья был вместе с телом живым вознесен на небеса. И тем самым мы точно так же говорим о двух моментах – о смертности человека и также говорим о жизни, говорим о воскресении. И вот два человека, которые явились во время преображения – Моисей и Илья на горе – вот этот символ смерти человека и жизни, воскресения, жизни – вот о том, о чем говорится в житии славного пророка Божия Ильи. Подчитание пророка Ильи на Руси было распространено еще до ее крещения князем Владимиром. Первый храм, построенный в Киеве во время правления князя Игоря, был посвящен именно этому пророку. С таким же уважением о Ильи говорится в Коране и Торе. Достаточно сказать, что евреи до сегодняшнего дня, когда обрезывают восьмой день младенца мужеского пола, специально ставят пустое кресло для Ильи – Ильяху, чтобы посмотреть, не придет ли он помазать этого человека и указать на его избранничество. Иудейская традиция также утверждает, что Илья посещает дом каждой семьи, встречающий Песах – воспоминания об исходе из Египта. Поэтому во время ритуальной пасхальной трапезы на столе оставляют бокал для пророка. В исламской традиции пророка Илью зовут Ильяс. Ему воздается высокая похвала в Коране. Согласно послекораническим преданиям, пророк Ильяс был вознесен на небеса и в настоящее время путешествует по миру вместе с другим бессмертным хидром. Иногда Ильяс просто идентифицирует с хидром или с пророком Ильясом. Каждый христианин ожидает второго пришествия ежедневно, ежеминутно. Нельзя сказать, когда оно будет, потому что об этом времени не знают даже ангелы. И поэтому каждый христианин ожидает пришествия в мир Господа и Спасителя, второго и славного пришествия Его. А вместе с ним придет пророк Божий Илья. И вот в любой момент мы должны быть готовы дать ответ о своем уповании, о своей жизни, о том, что доброго мы сделали, покаялись ли мы в своих грехах, изменили ли мы свою жизнь к лучшему. Вот, наверное, за этим мы должны обращаться к пророку Божию Ильи и брать пример с его жизни его чистоты, его любви к Богу, его искренней молитве. По вере церкви, пророк Илья появится на земле снова. Он будет при тече второго пришествия Христа на землю и во время проповеди примет телесную смерть. Если бы пророк Божий Илья был забыт народом, забыто его благочестие, его искренняя пламенная любовь к Богу, его наставление людям, его чудеса, которые он совершал, то, наверное, люди бы за эти годы забыли имя пророка Божия Ильи, но он остается великим и славным. И даже в Новом Завете говорится о том, что некоторые сравнивают и некоторые путают его с крестителем, пророком славным Божиим Иоанном, говоря, что не он ли является Ильей. Мы ожидаем пришествия Господа и Спасителя, а вместе с ним ожидаем и явление славного пророка Божия Ильи. И тогда, уже после того, как совершится это славное явление, по учению церковному мы знаем, что пророк Божий будет все же умершвлен антихристом, зверем, за его благочестивую жизнь, то, что он снова обличает нечестие, обличают уже нового царя Ахава, новых его приспешников, новых его сродников, он будет умершвлен и уже как мученик будет прославлен в Великом Царстве Божьем. В восточном христианстве, в частности в русском православии, нет традиции посвящать Божьи храмы святым персонажам Ветхого Завета. Например, нет ни одного прихода в честь Моисея, Исаия и Езекеля. Исключение пророк Илья. На Руси илитские храмы есть, и их много. Один из них находится в нашей республике, в Нижнем Архизе. Святый Божий, святый крепкий, Святый Безвертый Божий, Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok